Набирает обороты и сегодня анализ самых интересных лекций, потому что, как мы уже сказали, если других лекторов можно, скажем так, послушать в Москве и в России, то Игнатий Детимович у нас живет в США и в России бывает довольно редко, ну, тем более, когда пределы не станет. Да, поэтому вот у Калининграда сегодня такая особая возможность, и сейчас я передам слово историку физики, историку науки, бюлгарфу Андрею Сафарова и Ирландалу Геннадию Финчу-Корреку. Спасибо. Я очень рад быть здесь, рассказать вам о том, на чем я работаю, и задаю от вас вопросы в конце, а самый камерный вопрос вознагражден книжкой первого издания «Котличный сад». Сейчас, правда, появилась и третья уже, но они, более-менее... И книжка «Любанная династия» еще там есть. Да. Так что вопросом можно задавать много. Итак, а что имеет физик Андрей Сафарова? Давайте начнем с того, что послушаем его самого. Мышку заснули. Мышка заснула. Слайдник. А, вот. Да. Значит, в сентябре 89-го года Андрей Сафаров почитал лекцию. Он их импровизировал, но текция не была заготовлена. Читал он эту лекцию для французских физиков и назвал он ее «Наукой свободы». Это две его самые любимые вещи в этом мире. В этой лекции он пытался подвести итог 20-му веку. Напомню, что это был век двух мировых войн, ужасного геноцида, террора. Тем не менее, он сказал, что, по его мнению, этот век следует выживать в веком науки, в веком огромного прорыва научного знания. Так что он объяснил, как он понимает, как он видит научную золотистику, какой она стала к 89-му году. И, неожиданно, сделал случай странное предсказание. И вот это предсказание я предлагаю вам отец Москвы. Продолжение следует... Попробуем. Продолжение следует... В этом процессе представления было бесконечное, но она была в мире в космическом процессе. Но я думаю, что оно все-таки имеет какое-то глубокое синтетическое отношение на следовательном этапе для этого рейтского разговора. Это, значит, мы слушаем физика мыслящего абсолютно, который говорит по сути, но он выражает в соответствии как эдемический, но по сути он понимает, что между религиозным мировосприятием и научным мышлением казалось, что существует пропасть. И вот, в моем мнении, это пропасть будет каким-то образом приобретено. Что это нам нужно сказать? Пока оставил Андрей Дмитриевич, перейдем к прогнозу, который сделал в том же... Вот здесь, ну, пояснение того, как он относился к церкви и к религии, отношение было очень любопытное, потому что, значит, с одной стороны, мальчиком, у него была верующая мама, церковная, ходящая, православная. И она его приобщила к православию самым обычным традиционным образом. Мама и бабушка. Бабушка читала Евангелие. И вот эта церковь. Но когда в 12-ти, как он пишет, он понял, что он неверующий. И в этом, как он думал, была огромная роль его отца. Здесь был сильный. Неверующий. Хотя, как говорит Андрей Дмитриевич, он никогда не говорил на эти темы. И тем не менее, вот к своему взрослому состоянию Андрей Дмитриевич пришел, размышляя над своим собственным отношением к Евангелии, он пришел к выводу, что вот никакие дарматы он не верит, ему не нравятся официальные церкви, но вот он не может представить себе вселенную человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законности. И сказал, вероятно, такую тию, что можно назвать идиотом. Он не назвал ни слова Бог, ни сказал. Просто, я думаю, потому что он очень аккуратно относился к словам. И он понимал, что в наше время, в нашем обществе со словом Бог обычно ассоциируется очень много всего. Ритуалы, обряды, конкретные представления, какой церкви Бога, еврейские, православные, католические, протестантские и так далее. Это было все ему неважно. То есть он относился с уважением ко всем людям, которые придерживаются искренне и глубоко к своим ощущениям, но не собирался стоить добрый вид. И более того, он говорил, что вот в советское время он защищал верующих, потому что их права нарушались. Но, как он пишет, если я жил в лирикальном государстве, я, наверно, выступал в защиту атеизма и преследованных иноверцев меридиков. Фактически он защищал свободу человека, свободу духа и свободу человека самому решить, как он воспринимает этот мир. В том же самом 89-м году известный американский политолог Купо Яма опубликовал очень громкую статью под названием «Конец истории», который он предсказал, что тогда уже совершенно очевидный конец холодной войны означает вообще конец истории сущности, конец политической эволюции человечества. Потому что глобальная победа рыночной западного типа экономики и западной демократии означает, что исчезнет источник конфликтов. Прошло всего несколько лет, и другой, не менее знаменитый американский политолог Сэмил Кайнсингтон поставил этот вечный скучный мир под вопрос. В своей статье «Свокновение цивилизации», в которой он сказал, что глубокие различия между цивилизацией, прежде всего религиозного происхождения, это источник конфликтов надолго-долго. При этом он указал на основные восемь цивилизаций, которые на то время он считал существующим, в том числе западная, китайская, исламская, индийская, православная. Таким образом, он православную цивилизацию отделил от садов. И в частности предсказал, что конфликт между русскими и украинцами, то есть все наблюдали распад Советского Союза, мирные совершенно, ну практически мирные, и он предсказал, что конфликт между русскими и украинцами маловероятен, поскольку они входят в одну цивилизацию. Мы уже знаем, что это предсказание, как и предсказание Покуяма, не оправдалось. Так же, как не оправдалось предсказание о теории научного коммунизма, о том, что они избежны в победе коммунизма во всем мире. То есть, оказывается, политологи не очень справляются с предсказанием будущего. А то, что мы наблюдаем, различие между цивилизацией и конфликтами, в общем, ставит людей в растерянность. Что же это значит? Различия очевидны. Китайцы едят палочкой, мы ложечками и так далее. Вот. И что же... И я думаю, что здесь очень помогает история науки. История современной науки. И той самой науки, которой отдал свою жизнь Андрей Вячеславович, который считал главным оправданием существования человека на Земле. И вернемся к вопросу о том, что же такое современная наука. Дело в том, что наука, как в самом общем смысле, как знание об окружающем мире, конечно, существовала во всех культурах, во все времена. Но современная наука, то, что называется современной наукой войны, в вполне определенном месте, в вполне определенное время и в вполне определенной области знаний. Это физика, ну или астрофизика, это 17 век, это Европа. Значит, и фигуры, с которыми связано рождение современной науки, это Коперник, Галилей, Кефлер, Ютон. Причем отцом современной физики, Эйнштейн называл именно Галилей. И чтобы понять, а что же, собственно, произошло? Почему вот эта наука после этого момента ускорила свое развитие раз в сто? И почему вот такой рывок европейских цивилизаций произошел, в результате которого она отрывалась очень далеко от других цивилизаций? Ведь если вы представите по состоянию на 16 век, то в Евразии существовали 4 основные цивилизации, примерно сопоставимые по силе социальной, сопоставимые по уровню, так сказать, социальной организации, пользы технической, по технике, по военному. Очень большие отношения были более-менее травматичные. Это китайское, индийское, исламское и европейское. И рождение современной науки, это дело изменилось кардинальным образом. Да, чтобы вы лучше представили сопоставимость этих цивилизаций, я вам скажу, что вот Османская империя, Исламская огромная, могущественная империя была очень мощной силой в Европе, настолько, что во времена Ньютона армия, турецкая, исламская армия во второй раз осадила Вену, и чуть-чуть Вена не пала. То есть это будет говорить просто о политической, военной мощи. И тем не менее, начиная с этого времени, Европа устремилась стремительно вперед. Не только в науке, конечно, в технике, в экономике, во всех силах. И здесь, в этом деле, не разобраться, если не посмотреть на как раз на историю науки. В истории науки тем хороша, что действующих лиц сравнительно немного. Об этих людях известно довольно много, все они оставляли книги, можно представить, как они смотрели на мир, что для них означало их собственная наука. И здесь мы видим несколько очень удивительных фактов, исторических, даже абсолютно несомненно. Я сейчас приведу четыре факта. Первое, и самое главное. Что современная наука, вот возникнув в Италии, изобретенная норма из-возетной генерии, впоследствии развивалась практически исключительно в Европе. К ней не подключились очень умные люди, которые, несомненно, были вообще в некий цивилизации. Там в высоких уровнях. Более того, я вам помню, что в ислам второй цивилизации был так называемый золотой лет ислам, изменился пять веков с восьмого по тринадцатый примерно, когда наука больше всего была разница в исламских странах, в исламском мире. Когда там была полная религиозная терпимость. Когда совместно искали истины, обсуждали мусульмане, христиане, иудеи. И это было совершенно нормально. И был вот один из величайших исламских ученых Аль-Фараби. У него учитель его был христианин. А его труды читал и цитировал иудейский знаменитый философ и теолог Маймани. Все это очень круто изменилось. И вы знаете имена Амара Хаяма. У него не только поэты и математики знаменитые. Были огромные достижения в оптике. Ну не огромные, большие достижения в оптике. Исламский мир перевел античное наследие с греческого на арабский. И это потом в Европу перешло в большой степени через арабов. Через исламскую науку. И тем не менее, после того, как возникла физика, современная физика Галилея, никто, если возьмете, просто вспомните школьный учебник физики, вы там не вспомните имен с мусульманскими или китайскими именами. В чем дело? Это первый факт. Это так называемый знаменитый вопрос Джозефа Нидома, который был британский биохимик и, кроме того, стал одним из самых знаменитых специалистов по истории и цивилизации Китая. Он изучил китайский язык, он изучал ее науку. Под его редакцией вышли 8 томов такого трактата «Китайская наука и цивилизация». И он задался вопрос, в чем дело? Почему Китай, который настолько опережал Европу предыдущие века по разным техническим достижениям, как башенные часы, какие-то мосты, какие-то, в общем, комплексы? Ну, вы знаете все эти изобретения, бумага, книга, печать. Почему он не подсоединился, не подключился к этому делу? Ведь книги публиковались открыто, берите, читают. Знания иностранных языков – это, не богу, есть широкая сложность. Вот католические миссионеры, которые привезли европейскую науку в Китай, это было в 16 веке, кстати говоря, на 100 лет раньше, чем науку пришла в Россию. Значит, они изучили китайский язык, они общались с китайскими астрономами, мудрецами, и их принял китайский император очень приветливо, а одного из них он сделал просто главным советником по науке, потому что оказалось, что европейская астрономия предсказывает солнечные языки, гораздо лучше, чем китайская. И тем не менее, в Китае не появилось никого на носу своего. А в России появилось. Кстати говоря, российский пример особенно интересен, потому что Россия в культурном отношении тогда к Петру была, прямо скажу, осталась там. У них не было никакой научной традиции. И оказалось, что как только Петр решил, что европейскую науку надо заимствовать, потому что европейские страны помимо науки строят корабли хорошие и всякие другие дела, очень быстро возникла российская наука, как будто вот такую семечную пополучку в плодородную почву. Возникла Моносов. Это ученые мирового уровня. И хотя он произошел, в общем, вы знаете, из простого народа, что называется, но освоил иностранные языки в своем игре в латинской академии, освоил латынь, которая была тогда международным языком науки, современный европейский язык, он смог продолжить образование в Германии, откуда привез, значит, свое понимание физики, химии и тех наук на то время, привез жену и укоренился в России, и очень многое сделал для того, чтобы наука в России расцвела, и в университете, и в чистых научных исследованиях. И в 19 веке уже появились российские достижения совершенно мирового уровня. Это, прежде всего, геометрия Лобачевского и периодический закон Менделея. И вот оказалось, что, значит, вот наука, которая так легко распространялась по Европе, из Италии, что пришла в Голландию к Гюргенцу, в Англию к Ньютину, во Францию Пасхаль, и в Россию к Ломановску и так далее, почему-то на границе европейской цивилизации останавливаться и дальше не шла. Даже когда ее туда приносили, так сказать, импортируют в готовом виде. Не развивалась. Это один вопрос. Это один факт. Странный. Второй факт. Вот эта великая четверка основоположников современной науки – Коперни, Галилей, Кеплер и Ньютон – все были глубоко верующие люди. Причем они были свободными смещениями. Они с той же самой силой и силой мысли и смелостью, как они мыслили в науке, они так же мыслили и в Рим. Они сами вырабатывали свои религиозные представления. И поэтому находились в конфликте со всякими церковными властями. Ну, о конфликте Галилея вы все знаете. Он пренебрюк просто-напросто личным угаданием Папы Римского, который ему сказал, что достоверное опознание Вселенной человеком невозможно. Потому что Господь в своей всевышней мудрости так с его устройством чем-то просто не по силам понять. Он считал иначе. И это точку зрения обстаивало и из этого уплотилось. Но еще один пример – это Ньютон, который написал о Библии больше, чем о физике. Ну, не для кого. Хотя Англия была по тем временам довольно свободная страна, но все-таки его взгляды были слишком отличались от обычных. Он, в частности, отверг дактрину Троицы. Христианство – это знание, заслуживание. И Кеплер, хотя он был протестант, но тоже житель, расставатель реформации, высмеивал чудаков, или еще хуже, дураков, которые утверждают, что Земля вращается в круг Солнца. Кеплер был уверен в этом. Он считал, что Коперник открыл очень важный факт. Вот. Значит, вот это второй факт, что четверка была глубоковерщей, хотя ему не мешало такое дело, как минимум. А может, вспомогло. Третий факт, исторический, тоже надежно зафиксированный, что хотя вот из этой четверки двое катестанты, двое католики, но со временем довольно быстро лидирующая роль науке перестилась в катостанские страны. Что это значит? Конечно, нужно понимать, что и Галилея, и Кеплер их называть как-нибудь там определенные конфессии – это неправильно. Они были слишком мощные мыслители, и я думаю, что единственное правильное объединяющее их название было бы, ну, что-нибудь вроде библейский пеизм. То есть для них все в четверых Библии была важным источником чего-то, но не научных знаний. Галилеев совершенно четко объяснял и говорит очень просто – в Библии не упоминаются даже планеты, ни одна планета не упоминается. Ну, в какой же учебе, как для него астрономия была, собственно, главной? Астрономия Коперника поставила для него главную физическую проблему, потому что было непонятно, если действительно Земля, согласно Копернику, движется с такой огромной скоростью, как 30 км в секунду вокруг Солнца, то почему же мы не чувствуем этого сумасшедшего движения? Вот это был вопрос, на который нужно было дать ответ, и ответ физический. И Галилей умудрился дать этот ответ основываясь на опытах, проведенных на Земле. Это было величайшее достижение, это было начало современной науки. Вот. И последний, четвертый факт удивительности состоит в том, что вот возникновение современной науки, которая называется научной революцией, обычно совпало с таким фактом, как резкий взлет, можно сказать, социальной роли Библии, как книги. Причины были две. Одна техническая, просто изобретение книги печати. В середине 15 века была изобретена книга печати. Вторая причина мощная была церковная, реформация. И реформация поставила в качестве своего одного и главного отмена, что исторические первоучения для Библии, и верующим надо ее читать и изучать. Это было совершенно новаторство, потому что католическая церковь не то что не поощряла чтение книги, а попросту запрещала, нереально. Хотя в Библии оказалось бы священное писание, но считалось, что о Библии, о библейских истинах можно узнать только из уст священия. Например, в церкви там тебе расскажут. А читать самому опасно, ты можешь не так понять, поселились и так далее, и так далее. И были времена, когда даже обладание текстом какой-нибудь библейской книги в доме у Миляника было преступлением по суббирице. То есть это хоралось очень жестоко. Вот это изменило реформацию. Но надо сказать, что даже до реформации, когда Гутерберг изобрел книгу печати, это было чисто коммерческое дело. И когда оказалось, что он администрированных книг издал в Библию, то это могло бы просто ему признать. Но Библия стала бесцеленной. То есть просто был спрос на них. Людям очень хотелось прочитать Слово Божие. Ведь до этого момента попросту книга была недоступна и через материалы. Очень дорогое дело. Переписать Библию требовало год работы квалифицированной переписчей. Вы понимаете, платить год работы человека, грамотную, это огромное состояние. Мы могли себе позволить только очень богатые люди. Доступ в Библию имели, так сказать, профессионалы клиникалов. Вот церковники, священники, вот они изучали, имели доступ к Свободе и им это разрешалось. Но это очень узкая прослойка. А вот начиная с того, когда Библия стала доступна, она стала доступна с широким массой. Это сразу привело к огромному повышению грамотности Германии. Потому что, ну, кому не хотелось почитать, что в самом деле это говорил Иисус. И что там говорится вообще о представлении мира. Это был бестселлер не потому, что церковь их как-нибудь там раздавала бесплатно. Нет, люди покупали, зарабатывали на это, но хотели узнать. И тут вопрос, а как вообще, какое отношение все эти факты, религиозные могут иметь к науке? Вот здесь давайте обратимся к тому, как Эйнштейн в письме своему другу, не физику, объяснил, как вообще работает современная наука. То есть та физика, которую Эйнштейн провел свою жизнь. Вот он нарисовал такую схему. А можно там тот слайд, где схема науки? Нет. Вот здесь, да? Откройте, пожалуйста. Вот здесь... Ага. Нет, ну ничего. Вот здесь вы видите такую дугу. Взлет. Есть некая эфирическая область. Это опыты и наблюдения. На основе которых физика, размышляя долго над своими опытами и наблюдениями, изобретает аксиомы. Аксиомы. Некие основные понятия. И, как он писал, аксиомы – это свободное изобретение человеческого духа. Из которых потом уже чисто логически вытекают утверждения, выводят утверждения некоторые, которые можно проверить на области. И эти утверждения проверяются, сопоставляются с областью. Причем Эйнштейн... Вот тут особый интеллект составляет именно вот эта дуга. Что же такое свободное изобретение? Эйнштейн говорил, что новое понятие логически не вытекает из-за этого изобретения человека. Но оправдание этих изобретений приходит только тогда, когда удается выведенное из них следствие сопоставить с областью. То есть тогда оправдываются сами изобретения. И это действительно отличие современной науки от предыдущей. В предыдущей науке была такая вершина, как Архимед. Сокон Архимеда – абсолютно правильный. Его, он открыт там был с 3 века до нашей эры. Но его в школе сейчас изучают именно в таком виде, как он был сформулирован. Его не надо исправить. Но его отличие от вообще всей физики Архимеда состоит в том, что все понятия, которые использовал Архимед, все были наглядные, очевидные. Это, скажем, закон о плавании. То есть тело, форма тела, жидкость, плотность. Все видно, все можно пощипать и известно. А Галимей, размышляя о своих опытах. Опыт он делал в воде, что-то там падали у него тела в воздухе, маятники, наклонные плосписи. Я не буду вам рассказывать детали, как он это делал, но суть в том, что он просто вот сопоставил, размышлял на ней. И пришел вдруг к мысли, к изобретению, что ему нужно понятие «пустоте». Что нужно законно формулировать для движения в пустоте. А тогда это было очень страшно, потому что пустоту запретил великий Аристотий, тогда высший авторитет и философии во всех народах. Аристотий – чисто логически. Он говорил примерно так. Слушайте, пустота – что такое пустота? Это ничто. Ну ничто не может быть предметом никакого рассуждения, не может быть ничто, поэтому договорить об этом ничто. Галилей же договорил аналогичным другом. Мне для физики это понятие нужно. Нужно говорить о движении в пустоте. И для коллег это было жуткой ересь, потому что все держались с Аристотелем, трактатом, профессора, преподавали, что сам Галилей-то преподавал в университете. Поэтому для Галилея, когда он понял, что используя понятие движения в пустоте, можно сформулировать закон падения, который мы изучали, а именно парадоксальным образом все тела, независимо от их веса, формы и плотности, падают в пустоте совершенно одинаково. Хотя мы наблюдаем, что листик падает очень медленно, а самое что, очень быстро, но Галилей понял, что здесь дело в том, что есть сопротивление. И что если бы опыты проводить в пустоте, то все было бы абсолютно одинаково. Этот опыт был проделан, когда американские астронавты оказались на Луне, и один из них, клящему удовольствию телезрителей, просто продемонстрировал, что мы здесь на Луне, собственно, оказались потому, что некогда джентльмен по имени Галилей выдвинул свои идеи о физике. И вот смотрите, вот у меня в одной руке молоток, в другой руке перышко, и я их отпускаю. И все эти зрители видели, что они абсолютно одинаково шлёпнули с Луны. Вот. Для физиков, конечно, такой эффектной демонстрации было не нужно. Они уже из опытов в Галилее с маятниками, наклонными плоскостями, все в поле, и что он прав. И пошло развитие науки вовсю. Следующее изобретение вот такого рода, вот это изобретение новых понятий, сделал уже Ньютон, когда он изобрёл всемирное тяготие. Это тоже для него было очень трудное изобретение, потому что мы никто не ощущаем, где это гравитация, где это всемирное тяготие. И если сказать, что все камни притягиваются друг к другу, это совершенно незаметно. Но Ньютон размышлял о планетных движениях, и о падении тел на Земле, он понял, что это одно и то же за этим стоит явление, один и тот же закон. Он его сформулировал, единица на р квадрат, и таким образом, но это стало возможно только после того, как он изобрёл такое неочередное, нелогическое понятие, как всемирный тяготие. Следующий такого рода прыжок, да, и это уже вот этих понятий Ньютоновской физики хватило на целых 150 лет, чтобы объяснять всевозможные физические сомнения. И следующее изобретение такого рода сделал же Макс через 150 лет, когда он изобрёл понятие электромагнитного поля, против которого тоже сопротивлялись даже его коллеги, потому что, ну, это казалось такое, откуда он взял это. Было тогда представление уже Ньютоновской, представление о силе, действующей на расстоянии, было главным. Ну, понятно, может, как всегда. Как минимумные тяготие, электрические действия, не только эксперименты, прежде всего эксперимент Герца, Герца доказал, что вот одно из утверждений, вытекающих из уравнений Максула, из-за всего, как выразился Инштейн, из-за всего изобретённых Максулом, оказалось абсолютно точно предсказывает удивительную вещь, что сигнал может вызвать искру на расстоянии, без всяких проводок. Таким образом, и в дальнейшем пошли ещё до такого организма. Их было немного. На самом деле, каждая из них — это эпоха в истории физики, там, квант, потом, искривлённое пространство, время. И каждый раз это было изобретение понятия. Ну, давайте посмотрим на вот этот процесс изобретения понятия. Что же это значит? И почему вот этот метод делания науки не привился за пределами европейских цивилизаций? И как могут соотноситься вот те четыре факта, о которых я сказал, с этим событием? Здесь надо сказать, что для того, чтобы искать закон, нужно верить, что ты сможешь его найти. Если ты идёшь в лес и при этом не веришь, что там есть грибы, то ты туда не поёшь эти грибы. Вот надо хотя бы допускать, что там есть. И вот это одно из основных отличий, когда читаешь тексты основоположников науки, как Галилея, Петра Коперника и Ютона, то совершенно ясно, что для них источник веры в законы Вселенной и источник веры в то, что человек способен их открыть — это была их религиозная мировосприятие. Ну что здесь исходили из гиблейского обычных активов? Что человек — это подобие Бога. Что, собственно, ради человека создана Вселенная, поскольку это венец творения, это последний акт, значит, собственно, только ради появления человека и затеял Господь всё это дело. И их религиозная вера, вера в человека, по сути, которая была следствием веры библейского Бога, была для них опорой очень важной в их научном поиске. В наше время очень много оснований для этой веры есть просто потому, что уже столько открытий сделано, в Галилеевском, и что это в этом можно верить даже и без опоры на Библию. Но в то время в 17 веке не было ни одного закона общего, потому что закон Архимеда, при всём его гениальности, это всего лишь одно узкое явление — уплава, не тел, а жидкость. А вот тогда великие открытики, они касались всеобщих законов, фундаментальных законов Вселенной, которым подчиняются все явления. И это, конечно, было совершенно необычно, поэтому для первооткрывателей была нужна какая-то опора. И эта гипотеза подвергает... Вот если предположить, что источник вот этой уверенности веры в человека для них имел библейское происхождение, то довольно легко объясняются все остальные факты, четыре, о которых я говорю. Во-первых, конечно, единственный общий элемент европейской цивилизации, элемент, соединяющий, скажем, такие разные страны, как Италия, Финляндия, Англия и Россия. Совершенно разные по языкам, по традициям, по климату, по всему на свете. Единственный общий культурный элемент — это библия, это книга. Если мы учтем, что в науку люди приходят обычно читающие, грамотные, то есть, а что они, собственно, читают? И кто их видит? И мы обнаружим, что они... Главной книгой, с которой начиналось образование, Ломоносов свою грамотность начинал, конечно же, с салтыри, без объявлений из книг. И, значит, в тех случаях, когда человек соединял в себе, с одной стороны, способности для науки, то есть любознательность, интеллект, целлоустремленность, силу характера и веру, оказывалось, что вот это удачное сочетание. Отдельно, самому на себе, вот без веры в то, что закон можно открыть, и в то, что ты, простой человек, простой христианин, или простой, я не знаю, итальянец, можешь открыть, как Господь устроил Вселенную, это кажется очень таким, ну, дерзким высокомерием. Но вот для них, вот это оправдывалось тем, что вообще все люди на это имеют право, потому что все люди, дети Божьи и Господь их создал именно для того, чтобы они были свободны. Свобода человека – это важнейший постулат библейской картины мира. Этого нет во всех других цивилизациях. Вот если мы посмотрим так схематически, хотя бы, вот скажем, самое близкое – это исламские цивилизации, это самое близкое по расстоянию, контактам, и по научным достижениям они были очень… Европа осваивала научно-технические достижения всего мира. Из Китая пришла бумага, из Индии пришли цифры, из исламского мира, пришли, ну, слова, значит, и понятия алгебра, алдоризм – это все арабские цифры, арабские слова. Пришли достижения в оптике, в астрономии, ну, небольшие, так скажем, по сравнению с тем, что сделал Ньютон, но все равно это было продвижение, и это было основано на античной науке, на геометрии Эвклида, на физике Архимеда, то есть все это докатило Европе, и только начиная с XVII века в Европе оказалось в науке нечего учиться у восточных цивилизаций. Можно было учиться вот так, в какую форму еды, вроде там сушь, и тогда это все очень активно и срога досваивалось, но в науке нечего, при том, что культура самобытной мощной во всех этих, конечно, странах была. И вот если мы посмотрим на одно центральное положение, как представление о человеке, то мы увидим, что действительно европейская цивилизация этим отличается. Вот понимание того, что свободная личность заслуживает уважения, что ее свободу следует защищать, и в свободном творчестве видит источник всех благ, потому что ведь каждое изобретение в технике — это просто улучшение жизни, можно сказать. Но это только улучшение, потому что, конечно, любое... Любое вещь можно использовать во благо и во сне, это понятно. Самые такие вдохновенные вещи, как духовные вещи, как, скажем, скрипт, как следует ударить человеку в голову. Поэтому все зависит, конечно, от человека, в чьих руках находится. И наука в целом не имеет оральной оценки — это только инструмент. Но с другой стороны, что только с помощью этого инструмента можно совершать мощные добрые дела — лечить от болезней, спасать от голода, давать тепло и силы. Так что тут нельзя положаться на науку в целом, но без науки человек с лучшими намерями ничего не сможет сделать. Таким образом, мы приходим к тому, что вот культурное разнообразие цивилизации, которое мы видим, надо измерять не тем, не внешними формами, в которых там люди как одеваются и что-либо какие-то песни поют, а самое главное, по крайней мере, с точки зрения развития научного, технического и социального, оказывается, как в данном обществе относится, какое исходное представление о человеке, о личности. Чтобы вы понимали, насколько это не очевидно, я вам скажу, что вот в китайском языке только совсем недавно возникло слово «индивидуум». Его не было. Оно появилось только в ответ как бы на европейские, на западные книги, западные идеи. Потому что главе строили связи общественные, семейные, традиции, которые идут из древности. Считалось и в китайской, и в индейской культуре, и в исламской, что вообще все знания уже есть. В Китае философу никогда не говорили, вот я и создал новую систему, новое представление. Нет. Я передаю, мы не создаем, мы передаем сказанное древнее. Ну мы пытаемся это понять, лучше объяснить, но только сказанное древнее. В индейской культуре основной источник священного писания, так сказать, этой беды считается, что они существовали вечно, всегда. И что у них нет авторов. Вот как, вот невестный хор. Поэтому их надо читать. В исламе тоже Коран считается последней истиной. Все знания, которые возможны, есть в Коране. И вот это изменение произошло где-то вот в конце Золотого века, когда мощный населитель, такой был Аль-Газарин, теолог, гуманитарь любопытный. И вот решил провести такое, значит, ну как бы очистить философию от заблуждений. У него один из основных худоков так и называют, это заблуждение философии. Где в сущности он главным образом атаковал предположение о том, что есть нерушимые законы природы. По его мнению, нерушимый закон противоречит всемогущество Аллаха. Как Аллах не может нарушить закон? Значит, что-то нет, значит это богопытство. И это, с точки зрения, победило. Вот, на мой взгляд, сам Золотой век Ислама фактически объясняется тем, что в те века, когда, кстати, мусульмане были меньшинством в странах, которыми они властвовали. Там большинство были, это христиане, поэтому они принимали, поэтому отчасти по государственной необходимости они были вынуждены их терпеть, но в науке это было совершенно мирное и замечательное погружение. Но когда вот началось вот это очищение науки от представления о законе, то вы понимаете, что это обрезает хрини ушаковый след? Мы просим начинать правление, еще без десяти часа. Без десяти часа, отлично. Спасибо большое. Вот. И поэтому мы видим, что, да, объявление представления, каким бы оно сказочным не было, вы понимаете, для этих четырех мощных мыслителей, так же, как и для сам, как вы понимаете, никакие догматы не имели такого священного значения. Они и мнения авторитетов в науке все ставили этот вопрос. И только когда они принимали, и когда они им следовали. Точно так же и мнения богословов, и церковных властей для них были не ответы. Это просто были мнения, на которые, с которыми они могли бы согласовать, но они не согласны. И они это делали. И, как мы видим, для Андрея Вячеславовича это точно так же. Конврементальный закон истории культуры, или факт, лучше сказать, состоит в том, что в самых, в самых образованных и посвященных людей есть как атеисты, как и верующие. Великие атеисты были уже в Древней Греции, когда не было еще общей науки в памяти. Это демокрит. Всем, наверное, известнее этот клуб. Последовательные мыслики очень мощные, как мы понимаем, просто гордость Древней Греции. Они были атеисты. С другой стороны, когда мы видим, сколько глубоко верующих людей среди великих физиков было, вот мало кто знает, ну ладно, Мюнтон или Элиэй, это древность. А вот Максов, это уже 19 век, он был верующим человеком. Это довольно долгое время то, о чем Андрей Вячеславович говорил, что казалось, что это религиозное чувство противопоставляет и исключает научное мышление. Но это просто потому, что религиозное чувство понималось, видимо, в какой-то церковном, навязанном церковниками совокупности догматов и правил. Но Максов был верующим человеком, и Фарадей, великий, у которого Максов не делал открытие, он вообще входил в такую септу, в которой новоприбывших им омывали ноги ветеранов, как это делал Иисус во своих учениках, это совершенно не решало заниматься научными следами абсолютно свободно и ему высказывать революционные мысли. Потому что Леонид, я говорю, особенно ясная история показывает, что опора для человека составляет все, все эмоциональные запасы, эстетические чувства, моральные, значит, религиозные инстинкты, как выражался Эйнштейн. Однажды он сказал, что, значит, наше чувство прекрасного, чувство справедливости, религиозные инстинкты все соединяются, чтобы привести нас к высшим интеллектуальным достижениям. Потому что вот это изобретение, это момент такой, когда из ничего, вопреки уже принятой теории, нужно изобрести, тут нужна очень большая сила, чтобы взлететь. Видите, то, что он тут нарисовал, это сам взлет, такой реактивный. И здесь нужна мощная сила. И поэтому неудивительно, что свободные духом люди и сильные духом. Вот они решают для себя, почему такое разнообразие человеческой природы, это вопрос отдельный. Этим занимаются психологи некоторые предположили ответ, что вот тип мышления человека, есть два довольно разных типов мышления, интуитивный и такой аналитический. Аналитический все рассчитывает, все логически учитывает, а интуитивный делать такие способности делать прыжки. Иногда эти прыжки неудачные, но иногда уже. И вот интуиция творчества оказывает, что вот у людей, когда искали, как связана религиозность человека с его разными социальными факторами, в какой среде он рос, насколько религиозны были его родители, какой у него достаток, какой образование, очень масса социальных факторов, и обнаружили, что никакой связи нет. У священника может родиться афинист, как вот, например, Иван Петрович Павлов, сын священника, учился в семинарии, но в 13 лет он понял, что он не верующий, и жизнь была не верующей. А жена была верующей. У Андрея Викторовича, вот мы видели, родители разные верующие, это совершенно не мешало им любить друг друга, и быть единомышленней во всех вопросах, касающихся реальной жизни. Я тоже специально проекционирую такие пары людей, связанные либо наукой, либо семьёй, либо взаимомоложением. Там, скажем, Анна Андреевна Ахматова была верующая, оближающей к ней человеку, в этой позиции, любить общее время. Это не мешало, любить друг другу, уважать, ценить и знать, доверять абсолютно друг другу. И так далее. Поэтому вот это разнообразие, это такое занятное очень, очень важное, особенность проявления свободы человека. И, значит, ну я, пожалуй, заходюсь только именно тем, что вот российский опыт, как раз для меня был самым важным, потому что вот в России наука легко прижилась, несмотря на иностранность. А в России, кстати говоря, чтобы вы знали, вот наука совсем не сразу стала источником техники. Галилеевская, Нейтоновская наука ни к чему не привела в технику. Сразу. Первое научное достижение, которое, первое, так, первое научного происхождения изобретения возникло только в XIX веке. Это было телеграция. Это вот конкретное достижение, которое было связано с наукой, а не просто так с изобретательской деятельностью. И надо сказать, что это изобретение, они были сделаны в России. Павел Судинский. Он был вообще в этом матомат, но он был любознательный человек, и он предложил конструкцию первого телеграмма. Другое дело, что воплодить... То есть он что демонстрировал, передавая телеграмм из одного конца помещения в другое, но превратить это в реальную технику, вошедшую в жизнь, смогли только в Англии. Но они исходили там, вот этот изобретатель Выстон и Кук. Выстон докладывал работу Шеринга в Англии. То есть оказалось, что Россия совершенно органично вошла в европейскую науку, и там не остается. Надо понимать, что вот по словам правгалузы Ефлона Западная Европа — это вся Европа к Западу от России. Вот такое предназначение. Сейчас мы, знаете, это понимаем, но это очень упопытно. Потому что вот эта граница между православной цивилизацией и Западной — это неправильно. На самом деле этой границы нет в науке. Российский лавка всегда была частью романа. Этой границы нет в литературе. Толстой и Гостоевский очень быстро стали частью мировой культуры. Их перевели буквально через несколько лет в их главные романы. Этой границы не было в музыке. Музыка Щенковского более популярна в Америке, чем музыка Моцарта или Петхоидов. Как нулевиц. Да это факт. Поэтому оказывается, что слой, тот, который создает культуру, он фактически принадлежит к той же самой цивилизации, что и Шекспирн, Ньютерн, Эйнштейн и так далее. Это все один слой. Другое дело, что то, что мы наблюдаем в России сложности, имеет такое невероятное сравнение. Я думаю, что Россия, это очень полезен размышления замечательного русского писателя Николая Лескова. Я вам очень советую. Ему принадлежит, ему приписывали такое загадочное сказание, что Русь была крещена. Ну, не была посвящена. Так буквально он не говорит, насколько я смог установить. Но мысли это не его, конечно. Он ее выражал художественно в своих произведениях. Он очень размышлял. Он очень хорошо знал Россию. И вот я думаю, что это как раз его книги помогает понять, чего не хватает, какого знания, какой просвещенности в России не хватает. А именно понимание того, что человек – это значит гордо. Что человек, личность человека, его свобода – это основной источник достижений, благосостояния, вообще всего лучшего. И поэтому эту свободу надо защищать. Вот как с этим справляется Россия, это вам лучше судить. Но я думаю, как раз вот этот параметр, когда мы видим, что образованный культурный слой России проявлялся, делать вклад в мировую культуру было связано только с тем, что это были свободные люди, европейские цивилизации. И даже современный атеизм, который возник в Афранции в XVIII веке, он фактически плод библейских цивилизаций. Потому что за человеком признавалось право, свобода выражать, честно высказывать свое отношение к конкретной идее. Есть ли сертистичное существо или нет? И вот это право, оно, собственно, и есть признание того, что человек имеет право на эту свободу собственности. Это, по крайней мере, так, об этом доме Андрея Мючсакова. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Спасибо. Друзья, вопросы? Добрый день. Добрый день. Вы легко ответили на этот вопрос. Но я вам скажу, что талантов в России как было много, так есть. Они рождаются в Барбелии и даже в 20-м веке, когда мы знаем, что Зворызин, бежавший в Советской России, просто чтобы спасать жизнь, он создавал телевидение в Америке. Но этот вклад России, когда Кеодосий Добжанский, был отнименитый, тоже бежавший из Советской России, потому что здесь его жизнь была в опасности, и стал основателем синтетической теории эволюции. И, кстати говоря, он был православным. То есть он был страстной защитной в теории эволюции и спокойно совмещался со своим православом. Как, кстати, вы можете почитать о нем? Это достижение России. Ну, конечно, он уже получил образование в России, он сформировался как личность в России. Последние нобелевские лауреаты, молодые, которые сейчас живут на Западе, но они были сформированы в России. Поэтому потенциал в России огромный. А вот как потенциал их реализуется, конечно, зависит от того, как общество относится к этим людям, к такого рода людям. Свободным, смелым. Так что, я думаю, с потенциалом ничего страшного не случилось. А с реализацией его, но будем надеяться, что как только условия изменятся, в России все эти таланты вернутся, потому что все-таки связь с родным языком, друзьями и с русской культурой очень важная часть. Понимаете, как для людей науки Эйнштейн говорил, что музыка, как и наука, это выражение неизвестное. Для него было необходимое. Он говорил, что Достоевский мне дал больше, чем все научные мысли. Ну, вот это более-менее отличает всем видам науки, потому что искусство изучает человека, исследователь его, а человек, занимающийся наукой, он на пределе возможностей. И поэтому для него все эти вопросы возникают особой остановкой. Возникает в том, что они общечеловечественные. Как вы думаете, в чем главная проблема науки в России? Проблема организации науки? Ну да. Я думаю, что проблема очень серьезная в том, что структура науки, которая сформировалась в советское время, с вполне определенной построением экономики, когда Академия наук была, так сказать, Министерством науки. И в рамках вот этой модели партийного государственного управления она была довольно эффективной и независимой в большой степени. Ну, вы знаете, что у Сахарова не исключили за колен, хотя у партийных вверхах в латкой есть. То есть они могли сопротивляться академиками. Но, к сожалению, вот эта структура, она очень связана с экономической и социальной структурой общества. То есть она не соответствует тому обществу, той типу экономики, типу власти, которые сейчас есть в мире. Просто это видно из того, что вот такого типа управления наукой, как в советское время, нет ни в какой другой стране. Это не эффективно. Другое дело, как реформировать. И по поводу реформы лично академии наук вы знаете самые критические отклики ученых. И многие из них совершенно основательные, поскольку реформировать начинают люди, не понимающие, как живет наук. То есть все не согласны с тем, что академию реформировать было надо. Но почти все не согласны с тем, что реформировать надо было так, как реформировать ее сейчас, когда этим занимаются просто менеджеры, не предоставляя возможность, вот так сказать, самоорганизационного, который вы любите. Но это действительно очень сложная проблема. Перейти вот от одного способа к другому безболезненно, я думаю, нельзя. Ну просто невозможно. А вот как это сделать наименее болезненным способом, это вопрос просто изобретательности. Я думаю, что если бы у ученых было больше слова, они могли бы дискутировать, сами ученые, как он реформировал, и был бы у них импульс для этого, а не просто им бы спущен был приказ, то он мог бы найти гораздо более эффективное решение. У меня вопрос. Вы в начале лекции указали, что Анатолий Сахаров поддерживал людейное объединение религии и директориозного какого-то мышления с научным. Но вы не раскрыли, почему он так сказал, и как он предполагал это будет. Он выразился аккуратно, он сказал, будет найдено синтетическое, более глубокое, более глубокое связь. И мне кажется, что история на луке такую связь просто будет демонтировать, я пытался вам ее и продемонтировать. Если оказалось, ведь оказалось, что само рождение на луке было связано с тем, что религия сформировала определенную культуру. Понимаете, религия, это, может быть, такой инструмент по изменению культура. В язычестве в Европе никакого уважения к человеку просто обычного не было. Ну, каждый был там на своем месте, в своей иерархии. И изменение положения, ощущение, что все ли равны перед законом, что человек, как сказано о декларации независимости Соединенных Штатов, что каждый человек обладает неотъемлемым правом на свободу, счастье, и стремление благополучия. Ведь декларам доберет в отцов. Но вот, понимаете, вот эти представления о моральном, они не возникают из наук. Эти 4% не может быть никакой научной морали. Потому что это постулация. Они изобретаются. И вот то, что культурные постулации изобретенные в такой древности оказались так важны для вот этого рывка Европы, начиная с 17 века, это в известном смысле загадка, ну, чудо. здесь для религиозного человека, конечно, это промысел Божий и всякое такое, но для, вот так сказать, для историков, которые пытаются аргументировать так, чтобы доводы были убедительны для любой религии, любой конфисии, вот надо просто зафиксировать это явление. Мы должны понимать, что не всякая культура, как бы она ни была богата своими формами литературы, там, живописью, философами, всяким таким, что есть, безусловно, и в китайской, и в индийской культуре, и в исламской, там свои мощные культуры. Но вот по отношению к науке и к скорости социального развития оказывается, не все культуры имеют одинаковое потенциал. Поэтому мы просто от этого зафиксируем. Понимать. И понимать, что в развитии науки важно не только просто распространять научные знания, а важно еще менять культуру так, чтобы в ней уважение к личности, к свободной личности, к творческой личности было укоренено. Так, чтобы, ну вот это заповедь не обижает решельца, которое в Библии сказано, и возлюбить ближнего свою богу, оно неоткуда несет. И для иных религий оно просто вообще бессмыслено и неправильно, потому что вот когда мусульмане такие теологи сопоставляют Библию с Кораном и говорят, что ну это же чушь, это же не может быть. Они как бы признают ислам, что Господь являлся, Аллах являлся Моисею когда-то, и Иисусу, и пророкам, все, они вроде имена эти есть в Коране, но вот этого основного, простого, сказочного, утверждения, что человек был создан как подобие Божьего, и наделен свободой, которая ела и воспользовалась, и она же, когда она села от левого познания, силы действующие, одной из сил действующих было стремление и знание. Церковь это интерпретирует как просто грех, ослушание, но можно смотреть иначе, в Библии не скажут, что это грех, в Библии просто описаны события, и вы можете понимать это, как вот то, что Господь создал человек наделенным свободой, и поставил человек в такую ситуацию, что он этой свободой воспользовался, но при этом понял, что свободе несет ответственность, вот ты села, будь смертной. Но еле до смерти хотелось узнать, что такое хорошо, что такое благое, и вообще, что такое, как построена Вселенная. И она решила, вот это, я думаю, что возникли. Здравствуйте. Как Вы считаете, развитие науки способствует развитию и чисто воскрения и глобального прорыва в других? Я уже говорю, что наука и на москрении. Поэтому, а проблема возникает, когда человек пользуется инструментом неправильно. Еще в древности, когда там, скажем, вырубали леса, они не понимают, что вся жизнь связана с этим лесом, они по-прежнему всякой науке. Человек, понимаете, такое отличие его от всего остального всего мира состоит в том, что он свою мощь увеличивает все время. благодаря чему одному человеку, которому нет ни у кого изобретательности. Вот он изобретает новые инструменты и как он его пользует, это очень зависит опять же от знания. природа, если бы они знали, что от этого леса зависит благосостояние, они бы вот остров Пасы самый такой показатель не смотрелся, когда там стали вырубать. Там они жили около трехсот лес. И когда они стали вырубать лес для того, чтобы им стало хуже жить. То есть видимо они размножили недостаточно, ничего пришлось не хватало. И их способ строить идол огромных из камня засекать, потому что это они надеялись им поможет. И они срубали леса для того, чтобы тащить на этих бревнах идол. И срубили что и цивилизация закончилась. Вот это есть пример, который говорит, что зависит не только от мощи инструмента, а от того, что в голову человек, который этим инструментом пользуется. Поэтому нельзя облагаться на научно научиться. Развитие культуры, ответственности, понимание, понимание связи в природе, конечно, это научное знание, очень важно. Но желание что-то сделать зависит от того, как ты относишься к себе, к своим потомкам, к соседям и так далее. Все. Ваша лекция была, что главный вопрос Галилея, что изобретение образования, он сказал, в видео нету такой научных действий. Да. Для него было это совершенно верно. Он писал, Господь наделил человека разумом, чувствами и языком для того, чтобы человек сам узнал, как устроен мир. Господь устроил мир так, чтобы человеку в нем можно было жить. И более того, продолжение этой фразы, что Бог создал человека в свое подобие, чтобы Он властвовал над птицами небесными, рыбами, морскими и всей землей. Но чтобы властвовать над чем? Надо это понимать, надо это познать. Поэтому как бы здесь неявно заложено то, что Господь наделил человека способностью к познанию, но само познание за человеком. Так вот Галилей это воспринимал. И в то время, скажем, когда оказалось буквально противоречие состоит в том, что Иисус на вере лес остановил солнце. Вот был аргумент такой людей образованных. И как же так? Наих рог раз остановил солнце, значит солнце двигалось, а не земля. И Галина, слышите, Библия написана, была в такие древние времена, первые откровения, первые законы Божьи, согласно Гиблии, были даны кому? Вчерашему рабам. Явлеи только что рабы, вчерашние рабы вышли из Египта, и тут и Моисей дает свои Божьи наставления. Ну, конечно, они написаны на языке доступным самым необразованным человеком. И Библия для Галилея учила только о том, главное, что человек, это звучит гордо, как выразился один герой Горького, или что на религиозном языке человек это же подобие Божьего, и что все люди равны, и даже если мы все разного цвета, мы все происходим от одного Адама, и надо сказать, что наука это подтвердила, если не от одного Адама, то от одной Евы, уж точно, 200 тысяч лет назад, где-то в Африке, в районе Кении или Эфиопии, вот, были наши общие предки, все предели на Земле, китайцы, кундуцы и так далее. Но это не конец истории, потому что развитие культуры, возникновение религии, которая тоже форма культуры, это форма осмысления мира, в конце концов, и вот это все дело человека, но так же, как и наука, понимаете, когда в библейском послании, в отличие от других культур, история заложена прямо в самом сюжете, мы там видим развитие. Вот сначала человек соловьем, потом он грешит, его уничтожен, но и так далее. Евреи в Египте, они освободились, они пришли сюда, они борются, и причем власть, никогда власть не освещалась так абсолютно, потому что израильские царицы, согласно Библии, многие были голубоконники, и те жили неугодно в ладах Бога, и их убивали, поэтому здесь активность человека и некое стремление в будущее заложено просто в самом священном писании, и это перешло унаследовано совершенно атеистической, секулярной европейской культурой, потому что прогресс, идея прогресса, развитие кажется такой самой очевидной, но вовсе для всех, с традиционной культурой или исламским миром они хотят вернуться в 7 век, потому что они считают там идеальный устройство, это не прогресс. Добрый день, скажите, пожалуйста, вот два вопроса, первый вопрос, борьба религии и науки, это вечная борьба? И второй вопрос, на ваш взгляд, на ближайшую перспективу, какая цивилизация будет видела в научно-знании осознание осознание осознания? Первый вопрос, борьба религии и науки, это скорее изобретение 19 века, когда вот казалось, кстати говоря, одно из таких очевидных, нелепых представлений библейских картин о том, что Вселенная была создана, что она не вечно существовала. Тогда вот казалось научное такое общее представление, что Вселенная, конечно, стала всегда, вечно, потому что материя не возникает из ничего. И, ну, мы знаем, что в современной науке это просто не так. И, надо сказать, впервые это предсказал Максов, причем не исходя из своей прелигиозной представления абсолютно, а из того, что существует атом. Это раз. Потом я бы сказал, вот наилучшее опровержение того, что наука и религия воюет, это представляет такой Жоржный метод, знаменитый астрофизик, который сначала стал католическим священником, пройдя мировую войну, первый стал католическим священником, а потом открыл расширение Всеведа. Так астрофисты. И когда ему говорили, что, наверное, это вам особенно приятно, что это подтверждает библейское учение, по абсолютной мере, он говорил, что учение о рождении Всеведа не имеет никакого отношения к вере. Оно предоставляет материалисту возможность не принимать никакое святительное существо, а верующим оно не дает никакого дополнительного знания, потому что Бог скрыт. Согласно Питере, у Исаии сказано, что Бог скрыт, и Он открывается миссия. И, надо сказать, вот этому такому, казалось бы, странному священнику, в конце жизни он стал президентом папской академии наук. То есть, на самом деле, были моменты, были клилы, и, понимаете, когда вот эта борьба католической церкви, как считается иногда, с истиной Галилея и Котверника, когда вы думаете, сейчас историки это все очень внимательно смотрели, оказывается, все совсем не так просто. Это не мракобесный Папа Однажды Восьмой, который, собственно, засудил Галилея, был очень образованный человек, и когда он был кардиналом, он был просто почитателем Галилея, его астрономических открытий. Астрономические открытия очевидны. Берешь телескоп, берешь, у Галилея смотришь на небо и видишь, что у Юпитера есть спутники, что влечный путь это не молоко, а, так сказать, крошечки, и так далее. Что у Венеры есть фазы, и, значит, она тоже движется вокруг Солнца и так далее. Вот. Но это было совершенно неприемлемо обыденному сознанию. Для обывателей, для простых людей, что называется, это все были очень трудно усваиваемые истины, особенно, когда Галилей перешел к физике. Не просто к явлению, которое можно увидеть, а потому, что есть пустота, что все телоопады одинаковые, и что это истина. Понимаете? И вот тогда церковь, в сущности, она, когда она обвиняла Галилея, то обвинение было устроено так, что, во-первых, учение Коперника, которое защищает Галилей, абсурдно с научной точки зрения. А во-вторых, оно противоречит Галилею. Ну, во-первых, противоречит, как бы, общественному, ну, что называется, жидейскому опыту. А для них, вот, мнение паства, так сказать, авторитет у паства, очень важно. Если бы церковь начала учить передовые истинные науки, которыми тогда была система Коперника, то она бы оторвалась от паства, и это, это поведение для церкви совершенно невозможно. Впоследствии, католическая церковь прекрасно адаптировала науку и признает сейчас еще революцию. Она говорит, что вот эволюционирует тело, а вот дух это дело другое совсем. И на улице, в общем-то, надо сказать, надо признать проблему человека, возникновение сознания, эволюция сознания. Это совершенно открытый вопрос. Нет никакого ясного ответа. И даже само происхождение человека совершенно научно доказанный факт, что у человека и у шимпанзе был общий предок, который ждал примерно 6 миллионов лет назад. Это доказанный вопрос просто по ископаемым останкам, но совершенно непонятно, в какой же момент вот этот предок, кто-то из этих предков стал человеком. Ну что это значит? И что, собственно, произошло? Самое такое простое объяснение генетическое. Вот довозим какая-то мутация. То ли он стал двуногим сначала, потом стал мыслить, то ли он сначала стал мыслить и сообразил, что двуногим быть удобно. Это загадка, это очень интересный вопрос. И на эту тему я советую вам книжку замечательную, небольшую историю одной случайности. Пишет ее андрополог, археолог, который вот на основе именно конкретных находок в Африке, прежде всего, вот обсуждает возникновение человека и словоназвание ясно, что для него он связывает это с исключительно с течением трех случайностей. Подробнее не буду говорить, но вот поэтому борьбы религии и науки это очень неправильное представление. Были борьба невежества сознанием, это было, невежественными были коллеги в Галилею, которые не хотели смотреть в телескоп, потому что то, что они там увидели, то, что Луна состоит из горы и всего такого, это противоречило Аристотелю. Аристотелю все на небе идеально круглое, идеально блестящее, идеально гладкое, не как на Земле. На Земле всякие шероховатости, а там же идеально, там же сделаны совершенно особого вещества из эфина, неземного. Небесная физика совершенно отличается принципиально от земного. и глупо думает, что опытами на Земле ты можешь что-либо понять на ней. Вот это была историческая физика. Понимаете? И эти профессора, коллеги, не церковные. Они не хотели, они боялись. Они говорят, что, наверное, то, что мы видим в этом трубу, это просто иллюзия оптическая. Вот что-то такое в трубе там происходит, мы точно не знаем, но это не на самом деле. Понимаете? Так что, собственно, именно поэтому Галилей свои главные труды писал не на языке науки, на латыни, а на итальянском языке. Он писал в форме диалогов живых между тремя персонажами, один из которых представлял вот такое мнение этих, так сказать, консерваторов традиционных, которые, значит, все известно, а Ристосин уже все это доказал. Второй, это вот состоит в науке, а третий, просто здравомыслящий человек. Он показывал, он своими доводами демонстрирует, как работает научная мысль. То есть он обращался не к коллегам, если бы он обращался к коллегам, он бы писал в новотвизме, он обращался к здравомыслящим живым. И оказалось, ну, отчасти это дело потому, что ему папа Римский прямо запретил обсуждать систему Коперника как истину. Ему было разрешено обсуждать это только как депозит. Ну, выполнил это указание, обсуждал как депозит. Но оказалось, когда книга вышла, и папа прочитал, он понял, что это депозит, у нее такие мощные доводы за, что ежу понятно, где здесь истина. Но это понимание достигается читателем самим. То есть Галилей только дал ему в руки доводы. Поэтому я говорю, что, особенно когда мы видим, что среди выдающихся ученых, биологов, физиков, есть верующие люди, это говорит, что никакого противоречия реального нет. собственно об этом и говорил Андрей Пучасов. Он сам к себе по-видимому обнаружил. Понимаете, вот ему стало, так как Энштейн, Энштейн, неизвестно, в раннем детстве стал необычайно религиозным. Хотя роскость в семье совершенно обычная. Любовь, наняли учителя, видимо, талантливый проповедник, и вот он сам писал, что лет там, наверное, 8-9 он шел в школу и сочинял духовные гимны во славу Божию. Но когда в 12-е, то есть неизвестно, как возраст, когда начинает мышление работать, он понял, что он стал тесным в этих рамках. Так же, как Андрей Пучасов. Но в своем зрелом мышлении он всегда был, я не атызист. Просто у меня тесно в любой конкретной церкви, я этого не хожу, но он понимал, что вот корни такого отношения к миру, его закономерности, его познаваемости, понимаете, вот этот оптимизм познавательный, он же на чем-то основу на представлении человека. Как Вы думаете, сейчас сегодня нравственность и техническое образование по-другому не на одном году развивает, или техническое преобладательное разработание? Не на подобное. К сожалению, я думаю, что технический прогресс идет своим ходом, а моральное развитие общества как-то обстоит, я бы сказал. То, что нет, не выработано те, понимаете, происходит очень быстрый процесс. На самом деле глобализация, то есть техника и наука обеспечили соприкосновение очень разных миров. и как обращаться с этим разнообразием, что европейцам делать с мусульманами, которых там оскорбляет картинка какая-то будет, что мусульманам делать с тем, что кого-то из них оскорбляет то, что делается в Европе, на мой взгляд, ответы здесь в сущности приемлемого для большинства народа нет. То есть здесь, я считаю, в морально-политической области весь отставок. сомнение, члене как раз эти геологские чувства помешало не понять квантовую механику. Он говорил, что Бог не играет в кости и не признавал сутраты квантовой механики, не играет на тракте. на что ему Минист Борь говорил, что не наша печаль заботится о том, играть с таким в кости. Симоник помешал заниматься в кости. Вот этим делом я занимался специально, как раз у меня такая была статья «Ненаучные аргументы в научной дискуссии». Тут я сказал, что, конечно, не религиозы, это его конкретное представление об этом, потому что вот Непергайзенберг, один из столоположников сухой геологиозы Макс Кланн был верующим. Поэтому здесь это скорее представление просто он в такой форме. Это интересно, что Дейнштейн довольно обычно был использовать слово «Бог». И это говорит, как раз это мое определение верующего человека. Не то, что тот, кто ходит в церковь, кто делает исполнительные обряды, а это человек, которому это слово необходимо, чтобы выразить свое личное отношение к жизни, к себе, к обществу, к миру. Когда он говорит, ну, с кем-то, кому он очень доверяет. Например, с самим собой, с ним не повсюду. Вот если ему это понятие необходимо, знаешь, что делать? Я считаю. А никакие не экономии. Если человек не отходит, значит, вот он, задав себе вопрос, я очень близко общался с выдающимися российскими физиками, как нобелецкий, говорят, Виталий Кинбру, который был таким ярким атеистом. Но он был открытым атеистом. Вот это я устроил его встречу с двумя православными священниками, которые его уже издалека очень любили. Дело в том, что у него грунт, его маленькая грунт, когда он фактически ушел, так активно сделал, было два молодых физика, которые очень уважали как профессионалов, они были верующими, и он был страшным миномением. Что это значит? Как они могут смыть? Он с ними забирался в комнате доски, беседы, так и так у него понят. Но вот его такое открытое отношение и уважение права человека на свою мыслью было все равно, поэтому они вот эти молодые физики, теоретики православные, то есть они так обедали тем, с которым я его свернул. И после этой встречи это была совершенно прямая открытость. Я скажу, слушай, ну если вы первые считаете, Иван или каждое слово истины? Он говорит, Ну как это может быть? Я открываю и читаю и чипок какая-то. Ну вот один из этих свечений говорит, ну давайте сперва обсудим а что такое листье. И тут я ему предложил пример, чтобы он тоже поминал. Вот представьте себе на улице прохожий находит учебник теоретической физики в Ландарусе. Открывает его, там есть русские буквы, русские буквы, он может читать, но он не понимает о чем там говорится. Это не значит, что там есть название. В принципе должен быть готов либо внутренне, либо с каким-то развитием к тому что ты как-то относишься к этому и что это и когда эта встреча закончилась, Виталер Латаревич меня сказал, они, конечно, очень хорошие. То есть они были совершенно единомышлены, согласны по поводу всех явлений общественной жизни. Надо ли преподавать право-славиат в школах там конкретно, надо ли освещать подводные лодки, во всех конкретных глазах они совершенно единодушны. Ну вот у них было развитие только в том есть бог ли. При этом Динбург, кстати говоря, говорил, что есть две проблемы научные, к которым совершенно нет подступа, и поэтому я не понимаю, как они могут вытекать из физики, из биологии. возникновение жизни и возникновение сознания. Для науки это по-прежнему совершенно открытый вопрос. Это, тем не менее, не сделало верующим. Он говорит, что он завидует верующим, потому что ему легче жить. Он это понимал. Его отец был верующим, которому очень уважал такой квалифицированный инженер московский. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот атеизм, такое верное такое, это внутреннее пространство. Он совершенно не мешает. Поэтому представление о том, как устроена научная теория. И здесь, я думаю, важнейшее было то, что успехом достиг, поразительного успеха, представление о мире, в котором Бог играет. Понимаете? Но то, что он избрал такую форму выражения, было о том, что у него кончились научные аргументы. Он должен что-то сказать, как-то выразить свою эмоцию и обратить внимание, что речь шла о будущем. Он абсолютно согласован, что квантовая механика прекрасно работает. Только речь о том, чтобы не окончательная истина. А это будущее. А в будущем мы не знаем. Сколько правил он сказал? Нет, он не сказал скольких правил. Он говорил о более тонких вещах. Какая сверх линейность он употреблял, нелинейность. В общем, это специальная вещь. Еще вопрос. Когда изучаешь культуру разных стран, то индийской культуры и африканцам становится понятно, что люди создавали себе виду, подобие, по-своему, подобие, материальные теми, чувствования, какие, они сами были. Вегипте они были другим родным миром. Они имеют те мораль царю мира и антидитик или сам жизнь даже. Мы не знаем, как они были люди, когда возникали беды в таких священных текстах. Мы просто не знаем. Само различие вот этих культурных постулатов, я бы сказал, культурных религиозных постулатов, для меня скорее подкрепляет эту мысль, о которой Штейн высказывал, когда он говорил, что наука, что мораль не может быть научной. Что мораль эволюционирует так, что возникают мощные личности, которые каким-то образом он делает некое изобретение моральное. это моральное изобретение почему-то, ну, по предпричинам, потому что оно вот как вот эта личность. Так же как и технике. Понимаете, развитие техники непредсказуем. Мы видим, что, например, Южная Америка при всем изощренном характере тех цивилизаций, календарь Майя, пирамиды, то-то-сё, масса всего. Но они не знали колеса, они изобрели колесо. То есть нам казалось, что колесо всегда возникает на какой-то очень ранней стадии. Нет, не универсально. Точно так же и здесь я подозреваю, что речь из-за том, что изобретение культуры, вот религия может сказать изобретилась. Это открытие, откровение, изобретение, это всё одно и то же. Когда очень часто поэт, которому приходит какой-то новый стихотворение, говорит, что это не ясно, что это не был голос. И вот учёные, которым приходит идея, там, лет во сне, когда они вдруг мучительно годами думают о том, и приходит решение, они не знают, как это загадка творчества, и он может сказать, что вот это Бога, ну, такое чего-то ещё. Поэтому даже самого понятия библейского Бога это было изобретение. Оно оказалось, просто сейчас очень мощным. То есть вот это маленький, маленький народ, который никогда не владел большой территорией, дал некую книгу. Эта книга переосмысленная на рубеже в времена Иисуса стала значит такой мощной силой культурной, которая захватила всю Европу и стала основанием для науки. Как связано знал ли Моисей о том, что из его учения потом появится общая теория относительности? Думаю, что нет. И мы как истории нет такого неизбежного пути. И как раз то, что такие мощные культурные цивилизации, как китайская, индийская, исламская, то, что они не смогли не то, что изобрести науку, а не смогли подключиться даже к ним. Это какое-то очень важное указание на то, что вот из развития культуры в ней тоже есть такое творческий элемент. И поэтому я бы так сказал. Здесь неспонятно. Скажите, пожалуйста, наука или это наука? Да, помидишься? Ну, у меня это наука сущность размышления о науке. Они бывают очень полезные. Бывают абсолютно нестык. науку зависит от того, как человек философ. И Ленин очень по-разному относятся. Эйнштейн читал Канта, Дюма, Макаре, то есть философов в юности. И для него Макс, который тоже был философом, для него это было важно. Ландар утвергал, что трубе философов не стоят, все трубе философов не стоят той бумаги, на которой они надечат. Я не могу сказать, но достижение Ландар все-таки не сопоставимое. Достижение Минштейна, он сам прекрасно признавал, он себя оценил довольно скромно. Как вы знаете, он себя относил как это к второму рангу, даже таким не тревогам. Ну да, то есть он считал, а каждый ранг это в 10 раз меньше. То есть он считал, что он сделал 100 раз меньше тему. То есть от того бескору. Но тем не менее философии он не видел ничего интересного. Поэтому я бы сказал, что философия философам удается иногда выделить, подчеркнуть какие-то проблемы для размышлений. Но они никогда не дают решение. Потому что решение делают все-таки научных проблем делают люди науки, которые о своих опытех, о теориях думают все время конкретным образом, не в виде словесных утверждений, которые можно донблировать по-разному. А конкретно вот у меня маятник, у меня тут воз, у меня тут разряд электрический. Все очень конкретно. А философы они очень общут. Поэтому я бы сказал, что здесь бывают трудотворные импульсы, но не бывает, чтобы философия вела на лоб. Я не знаю этих примеров. Чтобы философия помогла на лобе решить. Поэтому так же, как я не знаю, чтобы история научи помогала на лобе. Но мне все-таки кажется, что интерес людей на лобе к истории Эйнштейн очень, вот то, что он сказал, что Галилей отец современной физики, это же означало, что он понимает, что делал Галилею в то темное время. И он это оценивает на смысл. И я думаю, что это как раз очень важно, когда ты ощущаешь такое братство интеллектуальное с людьми разных эпох, и понимаешь, что проблема в сущности, вот как Ньютон, говорит, великий Ньютон, но он говорил о себе так, что я не знаю, кем я окажусь со стороны, но сам себе я окажусь маленьким мальчиком на берегу огромного океана нераскрытых месяцев, который нашел пару блестящих красивых камушек и ракушек. Он понимал, насколько много еще не понял. только люди очень самоуверенны, думают, что еще немножко, и будет получена теория всего и полная, что сейчас, между прочим, довольно расцелено. Церковь верится, но церковь верится в мальчике. Если нет, я хочу напомнить вопрос. А тогда вопрос такой, а металлука может быть морально? Морально это очень важная мысль. Я вам скажу, есть блестящее доказательство того, что мораль не может быть научной, которое предложил конкорр длительной тематике. Он сказал, что причина, по которой наука не может быть источником морали, чисто грамматические. Потому что все утверждения науки формулируются в изъявительном названии. если налить то-то туда-то, то получится то-то. А мораль утверждения все в повелительном наклонении. Возвести ближайшие свои делали так. А если будет просто по законам грамматические изъявительного наклонения нельзя сделать повелительным. А у него лексируют. То-то что? Поэтому мораль это дело людей. Как они к этому относятся, что они будут знать. Ну и художник, писатель. В общем, хорошая профессия. А вот читатель как говорила о микросинтетическом решении вот этой вот опросе да, научного и понимания. То-есть, если я правильно понимаю, то это способность сомнения синтезировать национально и интуитивно. Да, понимание, что в нашем мышлении силы, которые наше мышление определяет, там не еще логически. А есть ли какие-то способы воспитания вот этого возможности к этому синтетическому подманию миру, к этому синтетическому миромосприятию? Я думаю, что вот склад мышления по которому один человек верующий другой нет воспитанием некогда визор. Просто мы видим такие отчаянные примеры, когда в семье верующих, ну, я повторяю, Иван Петрович Павлович, в семье учился в семинаре, о котором, кстати, вспоминался с большим удовольствием. Ну, нравится ему учиться. Но когда он пришел сам к выводу, что он не верующий, он не верующий, в плане никаким религиозным норматом не следует. Но не верю, что есть Бог. Но тем не менее, у него же было внутри, что это какое-то религиозное чувство. нет. Он утверждал, что нет. Я ввожу такое понятие, которое мне подарила одна девушка молодая, которая рассказывала о этой идее, она говорила в атеистах известных. Она говорит, ну, они библейские атеисты. И я понял, что это очень удовольствие выражения, что это атеисты, которые признают секулярные следствия из библейских представителей. Вот для биближнего своего в этой фразе Бога нет. не обижает решенства, то ты не волен. Это просто как бы правило. Если тебе кажется это очевидным, правильным и красивым, то ты фактически не нуждаешься обоснованиям. Просто для верующего человека это как бы вот такое завершение эстетическое. Ага, я понимаю, почему надо верить в библейку своего, потому что он тоже подобие Господу. Он не просто так вот, как зверюшка. А кроме того, мы с ним родственники, мы с ним братья, по одному. Двоюродные, троюродные, тысяченеюродные. И поэтому как же я могу? Я даже спать, даже если он плохо ведет по отношению ко мне, наверное, просто потому что он не понимает, что это попытаться ему объяснить. Но если он уже совсем буйствует, да, надо опереть на какие-то законы и таких вот буйных удерживать, для этого собственно изобретается система разделения властей, верховерского права, вот эти все конкретные изобретения политической системы, которые, в общем-то, возникли во времена Ньютина. Такой был Джон Лок, изобретатель нынешней такой, что называется, выбираемой демократии, когда верховерство закона, разделение властей и уважение правопичность и право собственности, прежде всего. Он говорил о том, что в обществе, где нет права собственности, что это основа для всех остальных свобод. Если человек экономически зависит, не может быть самостоятельным, сказать, все, вся власть может перейти в руки какого-нибудь вчера. Что и происходило в советское время, когда фактически вся страна принадлежала там 10-14 человеком, которые были члены полюбернеров. Ну, так условно. Это не говорилось, конечно, говорилось в общенародной собственности. Мы понимаем, что просто невозможность выехать за границу, невозможность сделать что-то, то, что ты придумаешь нужное людям, петь булочки, например, у тебя хорошо получаются булочки, ты хочешь их печь для других. Ну, получить компенсацию за это нельзя. Поэтому можно, конечно, вводить о воспитании синтетического решения. Саков очень хорошо понимал. Он был, я говорю, в его окружении большинство были атеисты. Обе его жены были неверующими, ясные точно. Отец, любимый учитель Игорь Ильич там, большинство коллег. Он знал и верующих были, особенно тех, кого он защищал там, артистов, католиков, в Литве и так далее. Просто православное священие замечательный такой отец Сергий Живутков, который, надо сказать, есть в интернете, вы можете найти переписку Сергия Живуткова с храмерами Лубарским. Они оба были правозащитники. Совершенно разделяли те представления о том, как должно быть общество. Но, когда Лубарского посадили, Сергей Шилашуков стал писать ему письмо после, чтобы поддержать его. И тема для обсуждения была все-таки найти какой-то общий язык вот современники. У Живуткова были свои идеи, так называемые, анонимные христианства, но, когда читаешь эти песни, видишь, что они так желательны друг к другу, они так ценят друг друга, но найти общий язык, все-таки прийти к выводу, убедить друг друга, либо что Бог есть, либо что Бог есть, но он такой-то, совершенно не он. христианства, я вам скажу, подключение к какому-то институту, но тоже источнику, просто оно не струбулировано, так как происходит. Я вам скажу, это очень интересное образование не болтут. Дело в том, что вот эти изобретения новых понятий довольно редкие события, у тебя, вот, Лютона 150 лет не было новых понятий, а в науке было масса дел, масса достижений, вот, разные, а можно эту картинку, которая сейчас на экране, или вот все, вот, в этой схеме там есть дедак, вот видите, здесь есть один, здесь три очень разных процесса, разные задачи, взлет из инфинии понятий, второе, выведение утверждения, фактически объяснение конкретного физического явления, исходя из общих понятий, это огромная работа, и, наконец, экспериментальный проверок, вот, на тех двух этапах, вот, выведение, построение, теории, ну, я знаю, в чем его глубже, вот, для этого достаточно иметь те утверждения, которые были в ньютонской жизни, и это огромная работа, очень трудная, творческая, и вот здесь, это просто, здесь возможно аналитическое мышление, и здесь для атеистов разводят полу. что касается работ, немногих, всего нескольких десятков ученых, тысяч, а вот эти изобретения понятий довольно много, и надо сказать, что пропорция там верующих и неверующих, а вынесены в сторону верующих, и это, ну, я подчеркиваю, это малая часть науки, очень важная, но малая часть, и, на самом деле, само подтверждение того, что изобретено правильное понятие, доступит, доступит только тогда, когда его можно будет проверить наук. И эта наука знает, это вот тоже изобретет гляди. Поэтому все необходимы, есть работа в науке на любых людей, а те, и неверующих, и неверующих, и они есть, просто все существует.